Жидкость взяла белила. Можешь сначала залить белилами все. Мокрыми белилами все залить. Когда зальешь, возьмешь тряпочку, сделаешь из нее рабочий инструмент фигушку. Будешь брать розовые, синие. И вот такими почеркушками наполнишь все. То есть нас интересует сейчас фоновая история. Вот такими почеркушками. Хорошо? Вот такая акварелька. Разноцветится и акварелька. Давай на эту тему смотри. Снова белила. Жидкость белила. Когда закидала жидкость белила, взяла тряпочку. Сделала фигушку. И опять 25. Не вытирая вещество, а вот такую акварельность создавая. Вот такую акварельность. Ты так усердно терла, что в итоге вещества не осталось на толстке. И рыжие пятна. И сиреневатые, и синие, и розовые. Накидать, 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 игнорируя пока рисунок. Так, коричневый. Смотри. Зелененькие, да? Да. Мотивы зелененькие. Коричневый, красный, желтый. Кирпичный цветик появится, да? Вот это все зашвырять. Но сначала вещество обелил. И вот такую акварельку. Давай. Тряпка очень убирает сильно все время. Если долго тереть, то конечно. А если еще менять пятачок тряпки, то есть постоянно переворачивать, то она все больше и больше собирает вещества. Правда? То есть небось меняла же? Менял. Ну надо же чистой тряпкой это делать, да? Так вот не надо чистой тряпкой. Она меняла такую. А раз грязью... Вот у меня на парке так получилось, что я... Грязненькая и стоило это делать. Так, у нас с тобой голова девушки устремлена к середине, но чуть не доходит, да? Да, чуть-чуть. Поскольку середины легко находятся в этой жире, то начнем с головы, которая внятно устремлена к середине. От головы сюда пошла кемич. Пятно доходит до середины и вниз, да? Да. Но до того, что вещества нет, даже нечего выдавить. Ну, нечего сбрить. Это пятно клавиш. Клавиши. Прикольно? Ой, здорово. Пятно книги. Ну, нот. Которая начинается примерно от головы и занимает половину пространства до конца формата. Таким образом, мы нашли соразмерность этого пятна. Плоскость находится по такой траектории, да? Крышка рояля, да. Эта плоскость находится по такой траектории, вертикально, нарочито. Мощно черно, да? Да. Значительно выше середины. Дозаложишь. Опять возьмешь тряпочку. Ой, спасибо, тряпочка. Не получается. Смотри, с веществом. Ты видишь? Угу. Ты видишь? 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 потом идею штукатурности доложим мастихинам например вот так идея штукатурности пятна вот такое что-то будет и нормалек белый придет в картину так когда появится белила придет картин смотри 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 я не буду ждать вот таким образом ударишь вещество вот таким образом удавишь вещество белил в платье буквально раздавливая краску раздавливая светло и светящие накидаешь штукатурные проявления а вот этим инструментиком создашь идею складочек там красноты не додала а если потом еще и коричневизны добавить что и вовсе замечательный черный цвет лакированный черный цвет ну на этом краска и закончилась на палитре подожди что это такое это же не волосы это же крупные крупные проявления складок ткани здесь смотри она сидит до гениально заметил что она сидит смотри что он делает почти как на соседней картине делает увидел одно пятнышко кинул увидел другое кинул а кстати накидал я немножко накидал ничего не про ничего тут пройдет так а 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 Поскольку это плоский предмет, то ему прилично вот такая плоская укладка. Я бы так, потому что нить. То есть ты видишь, никакой вырисовки, это сплошные игрища. Вот такие толстерные. Фокусничество, да? Слошное. Это не рисование, это фокусничество. Я не знаю, это какая-то фантастика невозможная. Нужно. Смотрим. Смотри, новоначальные думают, что свет это что-то разбеленное. Я так думала. Вот. Больше так никогда не думайте. Свет это что-то разжелченное. Ты согласна? Смотри. Седое, серое и нарядное. Цвет тела желательно, чтобы он был как ягодка на свет в тени. Это вкусно? Очень. То есть надо прямо запомнить это сочетание цвета. Ягодка на свет. Ладно? Просто можно так без конца калякать, калякать и каждый раз не понимать. Да что ж не так? Это же так просто. Я к тому, что на будущее. То есть надо как простую задачу для себя это усвоить. Не как что-то сверхъестественное. Как будто художники что-то знают, чего понять невозможно. Просто нужно для себя запомнить простую вещь. Тело в тени ягодка на свет. В основном тело на свету желтит. То есть розовость в тени, желтость на свету. Тогда появляется то, что надо в свете. Но ни в коем случае не чистым коричневым, как обычно это происходит. Берут коричневый в тень, коричневый разбеливают на свет. Появляется противность и серость. Это загар? Да нет, загаром оно не отдает. В нем нет ничего бронзового. Скорее покойничкам. Ага. Так, плечику тоже дадим. Идею прозрачности. Смотри. Да? С ягодкой сразу стала. Высветлилась. Ну, высветлилась понятно. Но оно стало цвета. Приятнее. Они не поймете его. Ага. 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 Вот самое главное, я не знаю, как коричневый сделать, хотя бы одну. Ну. А потом же сам сделать. Давай хотя бы рассуждать. Да. Ага. Во-первых, здесь есть толщина клавиш. И черненькие клавишки откладываем. Ты заметил, что у него там дальше несколько красивых глаз. Угу. Мамы, они классные. Спасибо. Ага. Угу. 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 Верхние площадки. Угу. 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 Угу.